Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня 17-й из цикла «Учим Талмуд», 4-я глава трактата «Брахот» Тфилата Ашахар. Наш урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 28-м, первой странице. На прошлом уроке мы закончили гемару, а гемара – это комментарий на мишну, на первую мишну. И на этом уроке, с Божьей помощью, мы хотим начать читать, учить, изучать вторую мишну. Вот такое важное замечание. Дело в том, что после первого урока ко мне лично, по почте и устно обращались ко мне люди и попросили все-таки разъяснить несколько ситуаций, связанных с законом на ту тему, которую мы проходили в прошлый раз. Если вы помните, там у нас было несколько тем. Темы простые. Время молитвы муссов. Если нужно молиться человеку муссов и минху одновременно, что раньше, и человек, который молится раньше молитвой, оказался он, например, в синагоге, надо ли ждать общину или не надо, и насколько серьезен запрет есть перед молитвой, в частности, до минхи, до шахрита – это такой общий запрет, а теперь до минхи, и муссов, главное муссов. Почему? Потому что муссов читается в субботу, в праздники, после молитвы шахрит мы делаем кедуш, и есть можно только после кедуша, а вот человеку нужно поесть для того, чтобы было проще молиться молитву муссов, а он не может поесть, пока не собралась община и так далее. Вот на эту тему просто несколько законов, я их выписал. Хотя мы с вами не изучаем законы, у нас урок по Талмуду, но иногда для разнообразия мы добавляем такой урок без всяких погружений в эту очень серьезную тему, потому что это специальная отдельная область иудаизма, законы, изучение законов. Они, конечно же, законы изучаются людьми, которые более-менее знакомы с Талмудом, потому что все законы основываются на Талмуде, и эта тема развивается нашими мудрецами, решением, охороним, то есть целое поколение мудрецов. Так или иначе, несмотря на то, что это специальное изучение, мы иногда называем такие вещи. Тем более, что сама Гемара иногда нам предлагает именно закон. Закон идет по рафплоне, по такому-то учителю, а не по такому-то. Но это на уровне Талмуда, это еще не значит, что так и написано в Шурхан-Арухе. И это будет приложение, которое мы сделаем в конце сегодняшнего урока. А сейчас мы с вами начинаем мишну. А потом уже будет приложение, и повторим тот материал, который был на прошлом уроке. Начинаем читать. Раби Нехунья Бен Акана, так его звали, Гая Митпалель, Гая Митпалель был, молился, то есть обычно произносил молитву. Гая Митпалель, Б. Книсатоле Бэйдга Медраж, при входе в Дом учения, он учился в Доме учения, сейчас мы с вами занимаемся не темой молитвы, то есть тема молитвы у нас никуда не уйдет, но просто какая-то мишна сюда вкраплена. Мы занимаемся темой, какая еще бывает молитва, кроме Шмонея Сре, при входе и выходе из Бэйдга Медраж, из Дома учения. Так вот, тут написано в нашем мишне, не про всех мудрецов, а Раби Нехунья Бен Акана, Гая Митпалель, Б. Книсатоле Бэйдга Медраж, при своем входе в Дом учения, Льбэйдга Медраж, у Бэйдсато, и при выходе из него, Тфилак Цара, короткую молитву, Тфила молитва Цара короткая. Очень короткую молитву он произносил каждый раз, входя и выходя. Амрулу, сказали ему, так написано в мишне, сказали ему, кто сказал, здесь не написано, мы понимаем, что, и так, наши комментарии сказали, что сказали ему, его друзья, товарищи, мудрецы, они его спросили. Амрулу, мам, может быть, и ученики, потому что мудрецы сами знают, сейчас будет такое объяснение, что он не сам придумал эту молитву, а он её получил от своих учителей, от предыдущих поколений. Значит, скорее всего, его спросили, наверное, ученики. Амрулу. «Ма маком литфила зо». Я всё равно думаю, почему не написано «мага маком»? «Мага маком» – это означает, «маком» – это место. В каком месте твоя молитва? А тут «Ма маком литфила зо» – каково место твоей молитвы? О чём она? Вот что означает этот вопрос. Никого не дешит место, где она находится? О чём она? Если вы скажете, откуда его происхождение, то это хорошее предположение, свара называется, но не проходит. Почему? Потому что сейчас он им ответит, о чём молитва. Значит, он понимал, что они спрашивают его, о чём молитва, а не откуда ты её взял. Амар лаэм. Сказал он им, «Ба кнеса ти», «Кнеса» – это вход, «Ба кнеса то» – его вход, «Кнеса ти» – мой вход, «Ба кнеса ти», когда я вхожу, «Ба кнеса ти», «Анимет палель» «Шило ера двар текала аль яди», «Анимет палель», «Я молюсь, прошу небо», «Шило ера», чтобы не случилось плохое, «Рэйш айн», чтобы не было плохого, «Двар текала аль яди», «Преткновение из-за меня». Ну, так можно сказать, слово плохое можно выкинуть, чтобы не случилось, к общему несчастью, «Двар текала», «Текала» – это преткновение, что-то неприятное, там, где человек ошибся, оступился, «Текала аль яди из-за меня». Тут ещё очень важное место, я пропустил сходу, вот сейчас мы находимся в диалоге, вот спросили, о чём ты сейчас молился, о чём ты молишься всегда, а почему ты не шла сюда пришла, это потому, что написано в Тиферт Исраэль, Тиферт Исраэль – это и есть комментарий, такой очень сильный комментарий, без него не обходится многое, там было написано, что мы изучали молитву Шахрит, мы изучали вообще остальные молитвы, только вот после Шахрита человеку надо пойти в дом учения, и там учить Тору, такой вот порядок раньше, и лучше всего такой урок сделать вообще постоянный, кавуа, а после этого урока он выходит, идёт заниматься своими делами, там написано «Парнаса», ну, про питание, своей профессии, эссек, бизнес. И поэтому они спросили, о чём ты молишься? И он сказал, я молюсь, чтобы из-за меня, чтобы я не стал причиной ошибки, нарушения других людей, чтобы они не нарушили что-то, закон, скорее всего, из-за меня. Называется, чтобы его ученики не ошиблись из-за его слов. Не написано, что он скажет неправильные слова. Но мы можем допустить, что это тоже заходит, чтобы его правильно поняли, чтобы он вообще сам по себе не ошибся. А бывает, что человек не ошибается, но не донесёт, и как-то люди не очень выслушали всё, без всяких вопросов, ничего ему не спросили, ничего не задали ему, вопросов никаких. И ошиблись, и он становится косвенной причиной этого. Вот он молится, чтобы он не стал косвенной причиной их ошибки. Чтобы из моей ошибки, например, ошибка преподавания, не было никакого нарушения. А дальше, чтобы что? У виа, 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 это так же шуходит. Анинотен, гораа, годаа, альхалки. Мелкий был. ОДА. ОДА, а слово МОДЭ, благодарность. Я отдаю благодарность, альхалки, за свою долю. Я благодарю Всевышнего за свою долю. И сейчас будет в Гемарии, будет рассказано, о какой такой доле тут речь идёт. Вот вся Мишна короткая. Он молился, две коротких молитвы, одна при входе, другая при выходе из дома учения. Его спросили, о чём ты говоришь в своих молитвах? Он сказал, что когда я вхожу, чтобы не было никакого преткновения из-за меня, ни у кого. Он не сказал, у кого, у учеников, у меня. А во-вторых, он сказал, мы могли подумать, что только у него самого, чтобы я не ошибся. А во-вторых, что я благодарю за свою долю. Именно вот нашёл место. А почему не сказать молитву о своей доле до входа в Бейтага Мидраж? Гимарра. Гимарра начинает обсуждать этот вопрос. Мишну получили, знали её уже устно, и теперь сейчас приходим к Гимарре. Только одно маленькое замечание. Есть у нас Бен-Йо Яда, есть такой комментарий, он так написал, что всё это произносится в дверях Бейтга, Мидраж, дома учения. Он не входил, садился на своё место и тут же молился, а именно при входе. И когда он выходил, именно при входе он произносил свою короткую молитву. Не внутри дома учения. Почему? Потому что он беспокоился не о себе. Это не как молитва Твилад Адерах, которую мы произносим, когда выходим из дома, выезжаем, далёко путешествуем и покидаем запасный район, где мы живём. Твилад Адерах это отдельное учение. Это я для себя делаю, для тех людей, которые со мной вместе. Понятно, что если они будут нечастия со мной, ни с кем не будет. Я так думаю. Если мы учим Тору. И здесь обо всех. Об этом-то и было сказано, чтобы не было среди моих учеников неправильного понимания моих слов, чтобы в небеса он обращается, дайте мне возможность донести Аллаху, закон, Тору до своих учеников, чтобы они правильно понимали. и поэтому он произносит именно в дверях. И раз он произносит в дверях входную молитву, так скажем, то и в выходной произносит в дверях, а не на своем месте. Обратим внимание, так написано, что мудрец вообще-то не ответил на вопрос, какова слова его молитвы. То есть, сказали, каково место этой молитвы. Не о словах, а только о чем она. Он только пояснил, о чем он молится. Отсюда мы видим, как нужно понимать правильные вопросы, что за место твоей молитвы означает, о чем надо молиться при входе и выходе. Именно надо. Вот что спросили вы ученики. О чем ты молишься, о чем и нам, твоим ученикам, нужно молиться, когда мы входим и выходим из дома учения. И гемара. Гемара так, или гемара, гемара, тану, рабанан. Так мы начинаем после слов, после слов гемара. Видите, написано матнитин, мем тет нун юд. А потом, через несколько строчек, именно в четвертой строке написано гемал мем, и такая палочка, это гемара. Гемара. Бэкниса, а то мау, мау омер. Мау, это одно слово. В современном вы говорите два разных слова. Ма, ма, это что? Гу, он. Да? Тут даже пишется вместе. Тоже писать сейчас можно вместе. Бэкниса, то мау омер. Входя, что он, рабни хуньо, бен, аканы, говорит? Обратите внимание, говорит. Не говорил? А я, омер, там было сказано, да? Сейчас, что он говорит? И ответ такой идет. Игиратсон, милфанеха, Ашем, элукай, Игиратсон, милфанеха. Ну, калька, перевод такая, Игим, будет, да будет, рацион, желание, воля, милфанеха, от тебя, Всевышний, мой Бог, мой Господь. Я, ну, так нужно перевести, да будет тебе угодно, Всевышний, мой Божий. Да? Мы к нему обращаемся во втором лице, мой Божий. Шило, иеры, а, двар, тыкала, аль-иди, чтобы не было, чтобы не было, что? Преткновение, из-за меня, никакого нарушения. Вело, экошель, бедвар, Аллаха. Экошель, чтобы я не, не совершил, я промах, толкование закона. Я же учитель, он приходит, он учитель. Это объяснение. Что такое, чтобы не было никакого нарушения? Чтобы я не совершил ошибки, такала, вы смеху биха, хаверай. Хаверай, это мои друзья, то есть присутствующие, другие евреи, и обрадовались надо мной, посмеялись надо мной, из моего промаха, посмеялись надо мной, мои товарищи. Помоги мне сегодня, так, чтобы так произошло, что я нигде не ошибусь, потому что если я ошибусь, надо мной посмеются. Другими словами, чтобы я не был наказан за свой промах, так объясняет Раша, и чтобы мои товарищи не были наказаны за то, что рассмеются надо мной. Совершенно неожиданная вещь, нет? Беспокоиться о том, чтобы они не нарушили. Серьезная вещь. Это оказывается, что если кто-то сделает какую-то ошибку, смешную ошибку, сидит, я не знаю, человек, и что-то набирает. Вот я автор текста, а вот этот наборчик, он набирает. И он ошибся, когда он по клавиатуре набирает что-то, и вдруг смешное получилось слово сочетание, букву сочетание, букву переставил. И я смеялся. Вот это запрещается делать, это называется ошибка. Нельзя смеяться над действиями другими, другого человека, даже если на самом деле смешно. Ведь он же не для смеха это сделал. Видите, о чем он молился? Не дай Бог мне ошибиться, потому что иначе они не удержатся и непроизвольно посмеются надо мной. Не потому, что он защищал свою честь, а то, что он не хотел, чтобы они были за это наказаны. Рави Нехуни Бена Акана не хотел совершить ошибки, чтобы не подвести других людей, учеников, которые не могли бы непроизвольно, повторяю, посмеяться над его ошибкой. Итого, есть две темы у этой молитвы. Первая, просьба к небесам, помогите мне избежать ошибки. И вторая вещь, объяснение этой просьбы. Какое объяснение? Чтобы другие не совершили грех насмешки. Так написал Раши. Есть другое объяснение, Марша. Очень интересное объяснение, совершенно неожиданное. Как вообще все это объясняли? Смотрят, что написано и говорят, ну здесь же скрыт. И другой смысл. Смотрите, как интересное объяснение какое. Такое объяснение. Чтобы порадовались мне мои товарищи. И так написано. Да? Вы смеху би хаварай. Вы смеху посмеются, би надо мной или со мной или мне мои друзья. Вы как сказали, чтобы не посмеялись надо мной мои товарищи. По-русски это легко сказать, посмеялись. А ведь есть другая вещь. И чтобы пусть обрадуются мне мои друзья. Что это означает? Раби на хуне бен Акана просит небо помочь ему не совершить ошибки, чтобы другие видят, что он ни разу не ошибся, порадовались за него. Какой хороший урок. Ты ни разу не ошибся. Здорово. И учителя тоже. Вот о чем и сказано. Заметели, Марша дает себе немножко другое объяснение. И это оставлено. Он не против Раши, Раша не против него, они в разный период жили. И то и другое, цена для нас, и то и другое являются устные торы, которые мы сами изучаем. Когда мы все заметили, что моральность поведения, это очень важная вещь. Дальше продолжается. Что бы ни случилось со мной такалы, иначе они посмеются надо мной, или что бы они порадовались, что со мной такала, преткновение, не произошло. Вело Омер дальше продолжает. И что бы я что? Вело Омер аль таметагор, что бы я не сказал, я на ритуальное нечистое, что оно чистое. Мы изучали, изучали вопрос, а в конце меня спрашивают, Раф нахуне, так эта вещь, которую мы сейчас изучаем, она может принимать туму или не может? Это разговор не о том, что она чистая или нечистая, способна ли она принимать туму, ритуальную нечистоту. Поэтому говорят, это вещь ритуальная нечистая в том смысле, что может, нужно ее теперь охранять. Если она примет ритуальную нечистоту, то ее нужно очищать. Миквы, например, есть много способов разных. Чтобы я не назвал вещь ритуально нечистую, чистой, в ло-мэр-аль-тамэ-тагор, на тамэ я не сказал тагор, в ло-аль-тагор-тамэ, она ритуально чистая, что она нечистая, в ло-якашлу, хэврай, хэврай, бидвар Аллаха. И чтобы не совершили мои товарищи промах в толковании закона. С чего начиналось? Я молюсь, чтобы я не совершил промах в толковании закона, чтобы они засмеялись, и чтобы они обрадовались. Два варианта. И вторая вещь. И чтобы я не сказал, что это ритуально нечистая, на ритуально чистая, и наоборот. И чтобы не совершили мои товарищи промаха в толковании закона. Не я, а они. Вейсмах, бахэм. А я этому обрадуюсь. Я прошу, пожалуйста, там на небе, обратите внимание, чтобы те люди, с которыми мы сегодня учились, придется мне учиться, с которыми мы будем учиться, чтобы они нигде не ошиблись нечаянно, и я вдруг непроизвольно улыбнусь, рассмеюсь, и им будет неприятно. Я не хочу сделать такой страшный грех. Вот о чем здесь было сказано. Или это параши, второе толкование. Я хочу, чтобы они не совершили ошибки. Вообще, чтобы никакой ошибки не совершили. Я буду рад за них, за моих друзей, за моих учеников. Смотрите, какие стали учителями большими. Они теперь уже не ошибаются. Я за это порадуюсь. Я об этом порадуюсь. Это при входе. Он молится, чтобы он не совершил ошибки. И вот для чего. И вторая вещь, чтобы они не совершили ошибки. И на выходе Бецеати, Маоумер, что он говорит, когда он выходит? Модеани лифанеха, Ашема Лукай, дарю я тебя Всевышний, мой Божий, мой Господь, как вы говорите? Господи. Шесамта халки, миюшвэй бэйт а мидраж. Шесамта халки, что положил мою долю. Это называется, что дал мне долю, точно, миюшвэй от, среди в данном случае, да, по-русски так говорит, среди тех, кто сидит в доме учения. Как я рад, что на самом деле судьба моя такова, что я сижу в доме учения и учусь. Если бы вы на самом деле знали, как я рад тому, что там на небе сделали так, что я сижу здесь и преподаю вам гемару. Это мое время, я готовлюсь к ней. Как человек, который сделал весь этот проект, понятно, что это его инициатива, но ведь это же по постановлению Всевышнего. Ведь настолько было бы хуже, если бы я сидел, сейчас занимался другими вещами. Это то, что я ощущаю и то, что вообще-то является комментарием к этой молитве. Как хорошо, что среди тех, кто учит Тору. Ша самта халки миюшвей бейт а-мидраш. Что ты дал мне долю среди тех, кто сидит в этом доме учения. Вело самта халки миюшвей кранот. И не дал мне долю среди тех, кто сидит на углах. Кранта угол. Рог, да? Ну, еще и угол на улице, например, приулок. Называется миюшвей кранот. Это те люди, которые ведут, там сидят и ведут пустые разговоры. Есть, кстати, может быть, другое объяснение. Только пустые миюшвей кранот. Может быть, это не совсем пустые разговоры. Может, даже по делу разговаривают бизнесмены. люди заняты своими делами вместо изучения Торы. Повторяю, тут неважная вещь. Ой, какие они нехорошие, они не учат Торы, они занимаются бизнесом. Да нет. И сказано о другом. Как здорово, что ты мне дал такую долю, что у меня есть возможность заниматься Торой, в то время, как другие увидали, что они в жизни своей обязаны заниматься поиском пропитания, денег, быть бизнесменами, быть программистами, да кем угодно. Они увидали свою жизнь таким образом. Это неплохо, нехорошо для меня. Но для меня, например, и так говорит Рабин Каана, очень хорошо, что я сижу среди тех, у кого есть возможность. Понятно, что он может сказать, что он долго искал, он добивался. Это было не просто так. Очень много рассказов есть у нас на эту тему. Когда два человека, у них одинаковая биография, происхождение и учились в одном месте, а в конце вдруг они разошлись их пути. И один поднялся и стал величайшим учителем еврейского народа, а второй стал обычным человеком. Но он добился в жизни многого. Но это и не надо, чтобы каждый становился величайшим учителем. Но благодарить Всевышнего за то, что он нам дал возможность, каждому он дал такую возможность учить Тору, нужно. Вот он сейчас он сказал об этом мудэ ани милфанэха, шасам тахалки, мимешвей бэдгаминдраш. Вот сейчас вы находитесь в бэдгаминдраш. Почему? Потому что даже те, кто находится перед экраном, где мы, на нашем уроке, или слушать наш урок с гемарой в руках, в звуковом формате проходит этот урок, это называется бэдгаминдраш. И даже за это нужно тоже благодарить Всевышнего. Благодарю я тебя за то, что ты мне дал долю среди тех, кто сидит в доме учения, а не на улице на углах. Ну, самая такая печальная история. Дальше. И он дальше поясняет, ша ани машким вэгэм машкимим, что я утром встаю. И они утром встают, поднимаются. Ну, у нас разное вставание, разный подъем. Ани машким лэдгиврейт тора, я встаю утром для занятия торы, вэгэм машкимим ли дворим беталимы. Они встают для пустых дел. Здесь, как говорится, о людях, которые вообще никаким, и не бизнесом еврейским вообще ничем не занимаются, занимаются вообще пустыми делами. Таких тоже много. Работать, чтобы прокормиться, ну, тоже хорошая вещь. Но и другого ничего в жизни не видят, и бедные люди даже тоже не изучают. Может, вообще даже разговор не о евреях идет. они, амель, вэгэм амелим, амель, амала, это труд. Я тружусь, и они трудятся. Смотрите, я поднимаюсь утром, вот для чего, и они поднимаются, но для другого. Я тружусь, вот для чего, а они тоже трудятся, совсем по-другому. Я тружусь, они трудятся. Они, амель, у макабель сахар, я поднимаюсь утром и тружусь, и получаю награду, макабель сахар, духовного характера, называется ламаба, который, если получаю награду, вэгэм амелим, вэйна макаблим сахар, они трудятся, и не получают этой награды. В данном случае имеется в виду награда за усилия, а не только за результат. Вот интересно, Хофицхайм написал прямо на этом месте такой отрывок, я из него несколько слов выписал. Он на самом деле задает вопрос, но ведь речь-то идёт не о глупых людях, что значит, они трудятся и не получают награду. Только дураки могут работать, и не получают награду. Неправильно сейчас сказал. Хофицхайм так написано, нужно пояснить. Есть ли у них, которые трудятся и не получают награду? Волонтёры, полезные вещи делают. Я помогаю людям, я тоже не беру награду за это? Здесь речь идёт о том, что человек вообще занимается, у него такой бизнес, он работает и получает за это какое-то вознаграждение. Если собственный бизнес, он получает прибыль какую-то, рискует, иногда теряет что-то, есть риски, но, по крайней мере, у него что-то есть. Или человек работает по найму, он продаёт своё умение, свои знания, работает. Это тоже его награды? Кто же без награды работает? Хофицхайм сказал, это не о таких людях речь идёт. То есть, речь идёт об умных людях, а не о глупцах. И объясняет. А вот в чём дело. Вот если работник не выполнил задание, которое дал ему его начальник, работодатель, и затратил большие усилия, он не получает платы. Также, если он получает не издельную работу, издельную плату за свою работу, а у него есть по временной оклад, плату он получает за время, но если он не сделал никакой работы в это время, он тоже не получит деньги. То есть, нельзя сказать, что он получает только за время, ничего не делая. Нет, именно за работу, за продукт, но оплата идёт по времени. Если он не сделал, он ничего не получит. Поэтому он прекрасно знает, что нужен, что результат. А вот с Торой Хоффис Хаймом пишет не так. Даже если ты ошибся в учении, даже если ты не понял что-то, или понял неправильно, или понял немного, а нужно было больше, даже затратил колоссальные усилия, ты получишь именно по усилиям. Колоссальные усилия – огромная награда. То есть, ничего не будет просто так. Они работают и не получают награду по Хоффис Хаймам. Почему? Потому что в случае рисков не получили ничего, а я работаю и получу награду даже в случае, когда мне ничего не удастся изучить. Если кто-то дошёл из вас до этого момента нашего урока и ничего ещё не понял, он вернётся, он поймёт, если он захочет и получит награду за понимание урока. Но уже за то одно, что он сидит на нашем уроке и делает усилия, уже это и есть основная награда за изучение Торы. Дальше он продолжает. Так он говорит. Они я бегу и они бегут. Спешу. Я спешу и они спешат. Рад собежать. Они я бегу для к в сторону грядущего мира, для жизни в грядущем мире. в грядущем или вершахат. А они бегут. Или вершахат. Это такое выражение есть. Или бэр ве. Бэр это не что иное, не что иное, как не что иное, как яма. А шахат, ну, очень смертельная яма, к могиле. Надо взять и перевести, что к могиле они бегут. А я бегу и лам-аба. Кто-то получает учи Тору, он получает хелагу лам-аба. Часть в грядущем мире. На самом деле, откуда взялась эта могила? Просто в Таилим, 55 глава, 24 стих, написано, ты Всевышний, всех злодеев сбросишь вот в этот першахат, смертельную яму. Поэтому здесь используется такой же язык. То есть, у них не будет продолжения существования дальше. В принципе, здесь еще очень есть некоторый интересный момент. Момент такой. Такой вопрос можно задать. Только что было сказано, что вот я, исполняя и изучая Тору, получаю награду, а они не получают. Какую награду? Ну, лам-аба. Теперь сказано, я бегу к жизни в грядущем мире. Это же одно и то же. Награда и бежать, почему их нужно повторять два раза, говорить одно и то же? Я бегу к награде, и я получаю награду. Так вот, здесь сказано следующее. Грядущий мир, в котором я стремлюсь, и есть та награда, которая меня ждет. Рабейн Иона поясняет, я знаю и чувствую, когда я изучаю Тору, что вообще в своей жизни соблюдающий еврей. Такое со многими бывает, и не соблюдающими, и не евреями. Но у евреев, соблюдающих, изучающих Тору, это, можно сказать, ежедневные чувства. Знаю и чувствую, что с каждым днем я приближаюсь к смерти в этом мире. И заранее готовлю себе то, что нужно для грядущего мира, исполненные заповеди и так далее. Я увеличиваю свой хел и улам-аба. Это очень важная вещь. Лишиться улам-аба будущего мира, грядущего мира можно при помощи легких вещей. Нарушил страшный запрет. Легко, он нарушается. Но человек, например, живет своей женой, которая не ходит в мику. И много есть еще таких же вещей. Специально сказал, чтобы испугать. Так вот, человек никогда не обманывает, не делает других нарушений. Обмануть легко. И он все равно не обманывает. Почему? Чтобы не лишиться награды в будущем мире. Это называется, что он каждую секунду вообще-то думает об этом. Он понимает, что в будущем мире его ждет. Это здесь ощущение того, что он приближается. Поэтому сказано здесь бегу в сторону А они не чувствуют приближения смерти. Она их пугает, понятно, простых людей. Они хотят отодвинуть. И они ничего не делают для грядущего мира. Они, во-первых, в него вообще не верят. И поэтому их ждет только смертельная яма. Вот это и называется. Ведь не смерть, не чернота, не отсутствие жизни, а написано Бэйр-Шахат. Яма смерти. Не смерть, а яма смерти. Обывал полный. Выше был задан вопрос про Рабину Хэнью, Нехунью, Пенакана. Что он говорит, да? Что он говорит? Так написано Маго Омер. Но не сказано Маго Амар. Что он говорил? Это же историческое лицо. Он известный учитель. Поэтому про него можно сказать, что он обычно говорил при входе и выходе из Бэтмедраша, из Дома Учения. А почему сказано Омер и сейчас говорит? Это означает, что так и надо нам говорить. То есть, говорил он не от себя, не то, что он придумал, но произносил он установленные мудрецами молитвы. Так он получил от своих учителей. И их, в принципе, должен говорить всякий еврей, приходящий на учение в Дом Учения и выходящий оттуда на учение в Дом Учения. Так написал Рамбам. Это язык Рамбама. А вот Ритва пишет, что нет такого обязательного закона. Посмотрите, кто же произносит? Мало кто. И с ним согласен Мэри, крупнейший учитель нашей эпохи. Но другие учителя считают, что вот этот закон, не произносите эти слова и считать их необязательными. Это неправильный установившийся закон. И вообще-то надо бы, конечно, взять на себя такое обязательство и произносить эти слова. Во многих ешивах, колорях эти слова написаны прямо при входе. так было в нашей эшиве. Раба вопрос такой, можно ли задерживать за собственные молитвы других людей? Мы так сказали, что при входе ты молишься за всех, чтобы они не посмеялись нечаянно, а при выходе как хорошо это уже молитва для самого себя, поэтому нельзя их заставлять ждать. Такое решение я придумал сейчас. Читаем дальше. Значит, итак, сейчас Гемара покажет нам, как можно заслужить грядущий мир, о котором сейчас было сказано в молитве, которая произносится в дверях дома учения Бейт Медра. Тану Рабанан, это Барайта, учили мудрецы им. Кшехала Раби Леезер, когда заболел Раби Леезер, Нехнасут Талмидав Ле Вакро, вошли его ученики, чтобы его навестить. Он заболел, он вообще умирал, они его пришли навестить. Амруло, сказали они ему, Рабейну, наш учитель, обратились, наш учитель, Ламдени Орхот Хаим, научи нас, Орхот Хаим, это законам поведения, Вениске Багем Лихаи Гавлам Габа, и мы удостоились, чтобы мы удостоились жизни в грядущем мире. Вот научи, как нужно себя вести самым главным правилом, чтобы мы удостоились в грядущей жизни, в грядущем мире. Амар Лахем, сказал им Рабе Лезер, «Изгору бихвот хаврейхем, загор изгору, будьте осторожны, бихвот с чем, чтобы не нанести ущерба, честь и достоинство своих товарищей, бихвот хаврейхем, кавот им оказывайте всегда, у мин у бнейхем мин гигайон, и не приучайте своих детей к излишним занятиям письменной торы». О! «Мин у отвлеките их, уберите бнейхем своих детей, мин, от чего от гигайона». Гигайон – это современное слово, вообще-то, не что иное, как гигайон-логика. А вот коммитаторы пишут к излишнему погружению в письменную тору, чтобы они не отвратились от тору устной, потому что может засосать, захватить сердце, письменная тора. Ведь человек, не дай бог, встанет к караиму. Ну, в то время это было актуально, сейчас это не так. Так Раша объяснил, чтобы, не дай бог, всё не происходило за счёт устной торы, Мишны, законов, Гемары, Талмуда. Так он, Раши, толкует слово гигайон, размышления. В современном языке это логика. А вот у него ещё есть второе объяснение. По второму объяснению вот эта баррета говорит так. Вот о чём. Во время изучения торы не давайте детям отвлекаться на пустые разговоры. Гигайон – это значит просто поговорить. А у Мэйри, сегодня уже, им говорили, другая трактовка. Не давайте им самое простое толкование торы, пшат называется, прям поверхностное. Почему? Потому что такая трактовка, так Мэйри пишет, может привести к отрицанию торы, то, что многое в ней нельзя понимать и принимать буквально. Например, в торе есть очень много мест есть, где вроде бы говорится о физических атрибутах Всевышнего. У него и руки есть, и глаза, и гнев у него. И он что-то даёт, разгневался, обрадовался. Так, почему так делается? Потому что торы говорит на языке людей. Но очень не знать, что нужно понимать буквально. Мой простой пример такой. Если сказано, и он понял свои глаза и увидал солнце, встающие на горизонте, то не надо думать, чтобы как будто бы глаза лежали отдельно, он их понял с земли. Это называется буквальное прочтение. То есть, вот же драж у нас уже есть, да, чтобы поднять глаза, это называется поднять взгляд. И тоже поднять, не как палку. Так вот, в торе нужно отличить пшат, от дража, пшат, прямое толкование, буквальное толкование, от того смысла нужно отличать, который на самом деле вложен в эти слова. И дальше. Левошив – это посадить, и посадите их, детей своих не приучайте к пустым разговорам во время изучения торы, и посадите их, на самом деле, прямо на колени, ну, между коленями, Талмидей и Хахамим. Приближайте их к мудрецам, так сказано. Даже если, так Маарша пишет, даже если дети не понимают Мишну и не понимают Талмуд, пусть они учатся у мудрецов, ну, просто линии поведения. Ведь сейчас только мы сейчас сказали, что они просили Орхот Хаим, как себя вести, качествами, правильному поведению Маарша, пускай они учатся. Как наши дети приходят в синагогу, они же ведь не знают, как молиться, они с нами, но они видят, как взрослые молятся, как папа их молится, они сначала просто повторяют эти движения, держат все дур, но они так приучаются к правильному поведению в синагоге, что нужно ходить и молиться. Вот что делать, уберите от них пустые разговоры, по первому объяснению Раши, ну, не приучать их к именно письменной торе, только письменной, только письменной, почему? Потому что есть еще и законы, по-первых, по-второму, чтобы не было пустых разговоров и посадите их между мудрецами. Вы кшатэм метпалэлими, когда вы молитесь, дэу лефне миа темам дим, знайте, перед кем вы стоите, у бешвильках тизку лихае аула мабба, и этим самым вы удостойтесь жизни в грядущем мире. Знаете, перед кем вы стоите, это называется, молитву нужно произносить в страхе, чувствовать, просто заставить себя чувствовать, я рад шамаем называть, что ты сейчас прямо к Всевышнему это говоришь, и правильной концентрацией мысли, кого она называется, это называется, перед кем ты стоишь, он меня слышит, и ты получишь жизнь в грядущем мире, удостоишься ее. Так сказано в Перке Авод, первая, глава, прямо с самого начала, вторая мечта, по-моему, там, на трех столбах, основаниях, да, Амуд, стоит, весь мир существует, не как земля на трех черепахах, а это основа мира, а именно, Тора, Авуда и Гамилут Хасадим, Тора, наша Тора, Авуда, служба Всевышнему, что-то нужно делать, а не просто знать, нужно что-то исполнять, и благие дела, хорошие дела, которые мы делаем для других людей, Гамилут Хасадим. Об этом сказал Раби Лезер. Будьте осторожны, чтобы не наносить урон в честь своих товарищей, это благие дела. Правильно учите детей Торе, приближайте их к мудрецам, это сама Тора, и знайте, перед кем стоите в молитве, это служба Всевышнего. А теперь сейчас быстро переходим к тому, что мы говорили, приложение, сводка законов на тему уроков 15 и 16. Время молитвы муссов. В Шульхана Арухе сказано, что время начала молитвы муссов сразу после завершения молитвы шахарит. И нельзя задерживать муссов до 7 часов, вы помните, что 7 часов, да? Кто произнесет ее после 7, называется, ну, преступником, по шее, нехорошим человеком, нехорошо он поступил. Но даже такой нехороший человек, все равно, если он произнес муссов после 7 часов, а потом сразу говорит минху, которую можно еще проносить минху, то он исполнил заповедь. Почему? Потому что время мудрецов, по постановлению мудрецов, время муссова весь день, пока есть солнце на небе. Второй закон. Но если запоздал и не произнес муссов вовремя, до завершения дня, день закончился, то у него нет возможности восполнить пропущенную молитву во время следующей. Помните, как мы говорили, если нечаянно пропустил молитву, то он дождется следующей молитвы и произнесет ее сразу же после следующей молитвы, первую, которую должен произносить, а вторую, это называется восполнение первой, ашлама, восполнение первой пропущенной, и будет ему засчитанной обе молитвы. И муссов нельзя прочесть во время следующей молитвы. Почему? Как со следующими молитвами поступают? Почему? Потому что кончилось время минхи, ты кончился, а следующий после муссов минха. А если минха не кончилась, значит, еще он может произносить по мнению мудрецов муссов. Третье. Если помолился муссов перед шахаритом, бывает такое, взял ашлама, то выполнил заповедь, все нормальное, и та, и другая заповедь, молитв, принимается. Но изначально так, как отхил называется, изначально так делать нельзя. Почему? Потому что жертву муссов не приносили в храме до утренней жертвы, которая называлась тамид. Второй параграф. Если надо молиться муссов и минху, вот ему пришло время, 6,5 часов прошло, муссов он не помолился, и вот теперь идет день, вторая половина дня. Что нужно делать? Шульхан на руке написано, человеку нужно молиться минху и муссов, в случае, например, он запоздал с молитвой муссов, настало время минхи, в таком случае он сначала молится минху, а потом муссов. Это не в исполнении, это просто самая настоящая молитва муссов, которая пришла вовремя. Рамо пишет, нет, Рамо не так, но если сначала сказал муссов, а потом минху выполнил заповедь, он согласен с шульхан на руке, сначала минху, ее время пришло, а муссов еще не ушло, но если сначала выполнился муссов, нормально, тоже нормально, а Мишнабрура говорит, Мишнабрура это хофисхайм, минху говорит раньше муссов в силу такого правила, регулярная заповедь предшествует нерегулярной, минха регулярная, она каждый день у нас, а муссов только по праздникам, субботам, поэтому регулярная, теперь это нерегулярная, это правило работает изначально, но если ошибся и не поступил по этому правилу, молитвы не отменяются, а засчитываются постфактум, в идеалат называется, молился, молился, перепутал, нормально, третий закон, шульхан на руку тоже, возвращаемся к нему, есть учителя, которые считают, что сначала он молится минху, а затем муссов, в случае, когда обязан произнести обе молитвы, он говорит, ой, какую раньше, рэб, какую раньше принести, мне сейчас и муссов, и минха, ну, говорят минха, например, он идет на хупу, или бритмила, где будет большая трапеза, то при этом есть правило, не едят большую трапезу до минхи, поэтому говорит минху сейчас, а после нее муссов, но если нет необходимости говорить минху сейчас, потому что потом-то у него будет проблем с минхой, то может сначала сказать даже муссов, ничего страшного, пускай принесет муссов, шахрит муссов, минха, также мы привыкли к этому, Рамо, правда, считает, что если пришло время малой минхи, уже в конце дня, то пусть сначала скажет минху, а потом муссов, и это по всем мнениям, уже так поздно все пришло, не, ничего, рэб-барье, нормальный закон. Четвертый закон, вот по мне некоторых учителей в шухан-рюхе написано, в общине, когда кэгал сидит, да, община, то они произносят минху раньше муссов, чтобы не было ошибки, какая ошибка может быть? Человек увидел, говорит, ой, да они же сначала минху перед муссовом говорят, так и вообще нужно каждый раз минху перед муссовом, чтобы этого не было, если все вместе, запоздали, почему-то вот пришли какие-то люди, помешали нам произнести муссов, теперь мы сейчас ее произнесем как положено, сначала минху, потом муссов, не, не, нет, в общине нет, только когда это делается с одним человеком. И еще один пункт в этой параграфе, если все происходит в конце дня и нет возможности сказать обе молитвы, и ты знаешь, или муссов я успею, или минху, то пусть говорит муссов. Почему? Потому что минху-то можно восполнить вместе с саравизом. Помните, мы сейчас говорили, да? А муссов нельзя. Это так написано Маган Авраам, это важная вещь. Третий параграф, мы же приближаемся к концу, молятся раньше общины. Шульханарухи, если человек находится в Миньяне, это община, в седагоге, нельзя начать молитву раньше Миньяна. Нельзя молиться одному, он в уголку стоит и молится. Но если меня не начинает молиться вовремя, по какой-то причине, например, люди дочитывают по сукеиде Зимра, время уходит, все видят календарик, вот он висит, написано, такого часа, все видят часы, и такая у нас община ленивая, то он может спокойно молиться раньше общины. Ромо поясняет, если время молитвы не уходит, нельзя приступить к индивидуальной молитве, даже ради изучения Торы. А что, я не знаю, здесь вы лениво себя ведете, а у меня Торы есть, вы у меня видите Талмуд? Я пойду, сейчас помолюсь и все, буду учиться. Ромо запрещает. Мишнабрура говорит, а из Гимара следует, что нельзя отклониться от молитвы с общиной, даже если назначен постоянный урок Торы. Постоянный. Ничего нельзя сделать. Бах! Есть еще такой великий ученый. Если надо произнести молитву быстро, потому что она отправляется в путь, убегает самолет, у меня здесь изжать меня не будет. Или по любой другой причине, пусть покинет синагогу, помолится дома. То же самое в случае постоянного урока Торы. Пускай молится не здесь, а там, раз отдельно от общины. А из слов Шульхана Руха видно, что может молиться даже в синагоге, если уходит время. Но Бах отмечает, очень серьезно, что так можно поступать, что так можно поступать, только если времени настолько мало, что не успеет дойти до дома. Вот тогда он может помолиться здесь. Однако, если времени пути до дома достаточно, и он успеет, пусть идет домой. Еще один момент. В Гемаре у нас сказано, что если он ослаб, стал голодным, голоден, мальчик стал голодным, а он сидит здесь, и ждет, как папа даст урок, или сделать, и он переживает. А на это ослаблое его сердце. Как это сказать? Халшоба-либо, да? Сказано. То что? Он может молиться дома раньше, чем в синагоге начнет молиться миниан. Но в самой синагоге этот человек до миниана молиться не может. Однако, если заболел или попал в ситуацию онес, он может молиться до миниана даже в синагоге. И последний момент, и мы на этом заканчиваем сегодняшний урок, называется «Легкая еда до Минхи или Мусофа». Легкая еда – это значит не трапеза большая с хлебом. Шульханарух. Постоянную трапезу с хлебом нельзя устраивать перед малой Минхой. Вот уже кончается день. Но можно поесть фруктов и даже хлеба, но не на постоянной основе. То есть, не устраивать запланированный ужин или обед поздний. Мишнабрур говорит, даже много фруктов можно поесть. И даже перед самой малой Минхой, поскольку это не называется постоянной трапезой, и то же самое можно есть выпечку с пятизнаков. Помните, что это такое, да? Мизойнос, то, что мы называем. Но повторяем, не на постоянной основе. Шульханарух. Можно перед Мусофом немного поесть. Фрукты или даже Мусоф, сейчас не Минх, а Мусоф. Или даже немного хлеба, чтобы не чувствовать голода. Называется «подкрепить свое сердце». Но нельзя устраивать трапезу. Мишнабрура. Есть два правила. Запомните. До кедуши нельзя есть и пить. И второе. Кедуш, говорят, на месте будущей трапезы. Такое правило. В субботу уж точно. Повторяю. До кедуши нельзя есть и пить. Кедуш нужно сделать бы маком сиуда. В силу этого может выпить бокал вина после кедуша. Кедуш был, а он слабый. Может выпить, если у вас вино такое, что поможет вам выжить. Может выпить бокал вина после кедуша. Это тоже называется трапезой. И поэтому кедуш может провести здесь. После чего может поесть фрукты. Если нет вина на второй бокал, после выпитого на кедуша, то можно положиться на тех учителей, которые считают, вино самого кедуша является трапезой. Ну, иногда. И последнее. Если сильно проголодался, может съесть хлеба больше, чем козаит. Или кезаит, мы произносим. Ну, совсем уж тяжело ему. А некоторые считают, что если испытывает голод и нет вина и других продуктов для кедуша, может для мусофа, до мусофа, без всякого кедуша съесть фрукты, выпечку с пятизнаков, без всякого кедуша. Но лучше так не делать. Вот на этом мы сегодня с вами заканчиваем урок. Я думаю, он был плодотвор у нас прошел. Успехов вам во всем, в еврейской жизни и в бизнесе, конечно, тоже, и здоровья. Всего хорошего. Шалом, шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова